В молодом возрасте макияж это эксперименты с цветами и текстурами, способ самовыражения и исследования возможностей своей внешности. С годами смысл макияжа меняется и уже ближе к элегантному возрасту задача декоративной косметики подчеркивать статус, создавать ухоженность и отматывать счетчик своих лет назад. Для дам элегантного возраста я бы все-таки порекомендовала первое это обратить внимание на брови, сделать акцентные брови или хотя бы сходить к бровисту, чтобы подобрали форму и уже потихонечку этой формы придерживаться. Второе, не бояться цветных подводок, цветных тушей, только цвет не в чистом виде, не ярко-синий, а приглушенные оттенки темно-синий, темно-бордовые будут подчеркивать и радужку глаза, и глаз будет смотреться ярче. Хочу обратить внимание на контур губ, потому что с возрастом контур губ уже становится не такой четкий и когда дама подчеркивает именно карандашиком, очень красиво смотрится, губы приобретают форму и румяна. Румяна и может быть даже не обязательно использовать на самом деле тон, это может быть минеральная пудра, которая создаст эффект просто глянцевой кожи ровной и при этом она не будет заваливаться в морщинки, что всегда всех беспокоит. Как известно, с годами все природные краски бледнеют. Не такими яркими кажутся глаза, не столь четким контур губ, но вся тонкость антивозрастного макияжа заключается в том, что он должен быть контрастным, но при этом мягким. Личное восприятие своей внешности это индивидуально, но если как визажист рассматривать, если ко мне обращаются, я конечно не советую использовать сильно графичные линии в макияже, то есть это жесткие обводки глаз, подчеркивание нижней линии века жестким карандашом, то есть это создает немножко такую графику и может даже где-то подчеркивать морщинки, добавлять возраста, то есть больше мягких линий или если стрелочка, то достаточно такая тоненькая, вот, и не бояться добавлять цвета в ресничный контур, можно использовать цветную тушь и стараться не делать сильно жесткие графичные брови. В элегантном возрасте модная жизнь только начинается. Вот, например, иконе стиля Iris Eipfel недавно исполнилось 100 лет, а в 90 она стала лицом косметического бренда MAC. Вот нам, девочки, и источник вдохновения, яркий пример оптимизма и индивидуального стиля.